Горизонт событий С гостями программы мы обсуждаем значимость этих событий. Здравствуйте! Весна пришла в наш регион. И на повестке паводковая ситуация. Уже кое-где начинает топить. Люди бьют тревогу. Главы администрации и спасатели держат руку на пульсе. Топила улицы в зиме. Выходит из-под контроля вода в населенных пунктах Иркутского района. Но ситуация везде контролируемая. И оперативно воду отводят от участков людей. На этой неделе мы еще отправились в СНТ Ясная Поляна. После прошлогоднего затопления люди обращаются в разные инстанции, чтобы им возвели дамбу и защитили от большой воды. Давайте посмотрим сюжет. Елена Горбачева показывает заполненную выгребную яму на своей придомовой территории. С приходом тепла двор женщины превратился в бассейн. Мы дом купили в прошлом году. Столкнулись с ситуацией с тем, что начало подтапливать территорию. Проехать сюда было невозможно. То есть машины застревали. Мы с соседями отсыпали дорогу, чтобы хотя бы машина не увязала. А в этом году построили дома рядом с нашим домом. В итоге все талые воды пошли через наш участок. Затопило все полностью септик. То есть я его только откачаю, он опять заполняется. В администрации Уриковского муниципального образования говорят, разрешение на строительство этих домов, а уж тем более на воду в эксплуатацию, никто не выдавал. Застройщики воспользовались лазейкой. В законе по дачной амнистии по упрощенному варианту продали дома. О проблеме жители, которые купили дома у горе застройщиков, знают. И помогают ее решать. В течение двух-трех дней эта вода пройдет. Потому что в этом году снега не так много, как в предыдущем. То есть у нас более благоприятно проходит. Как раз таяние талые воды проходят. Соответственно, дальше мы будем принимать решение. Мы откачаем, видимо, из септиков переполненных. Поможем откачать. Ну и самое главное, в прошлом году, в апреле 23-го года на КЧС Иркутского района было принято решение как раз по этой улице Абдула, Распутина, там где талые воды проходят, мы заключили договор, выполняем решение КЧС, заключили договор с специализированной организацией. А уже этим летом специалисты разработают план. На этой и других улицах, которые топят в Гороновщине, проведут работы по укладке специальных водоотводных сооружений от этих земельных участков. Здесь стоял дом. Здесь стоял дом, здесь стоял, как говорится, жили люди. После наводнения, как вы видите, все это смыло. Ни дома, ни участка. После, как вы видите, восстановления он не подлежит. Вот мы боимся, что если сейчас вот это нам ничего не сделает, и когда начнется у нас снова таять саяны и поднимется китой, то у нас садоводство превратится все вот в такое вот. А это СНТ «Ясная поляна». Лидия Баранова рассказывает о потопе почти годичной давности. После них садоводство «Ясная поляна» выглядит вовсе не как имение Льва Толстого. Раньше здесь была набережная и дома садоводов. Теперь русло реки. Мощным потоком смыло все берега укрепления. Сейчас жители очень ждут защитное укрепление от воды. В администрации Ангарского городского округа на этой неделе прошло совещание по этой проблеме. На месте паводка в прошлом году побывали мэр Сергей Петров и губернатор Игорь Кобзев. По итогам их визита решили составить проект по созданию новой дамбы. Первый этап подрядчик уже выполнил. Второй – непосредственно строительство инженерной защиты. Для этого нужно освободить уже затопленные территории, что в свою очередь не предусмотрено проектом. В этом и есть вся сложность сегодняшней ситуации. Плюс ко всему, в прошлом году, паводок 23-го года, часть участков ушло и утрачено без восстановления. По сути, требуется корректировка проекта и разработка механизма изъятия этого участка. Сейчас создана рабочая группа. В нее вошли специалисты разных сфер, а также депутаты законодательного собрания и мэрии Ангарского городского округа. Эта команда в ближайшее время займется корректировкой проекта, чтобы как можно скорее защитить садоводство от новых стихий. Наталья Ветрова, Виктор Рамзайкин, Александр Гаврилов. Специально для программы «Горизонт событий». И сегодня мы встретились с первым заместителем губернатора Иркутской области Романом Колесовым. Говорили о том, почему люди живут в зоне затопления, какие превентивные меры сейчас проводятся и как можно глобально защитить населенные пункты от паводков. Тема очень для нас актуальная, для нашего региона, тем более сейчас на фоне того, что происходит в Оренбургской области, на западе России. И все помнят, конечно, наш многострадальный тулун. Люди переживают, обеспокоены. И наша программа как раз о том, чтобы рассказать, что происходит сейчас в регионе, какая работа ведется. Конечно, мы мониторим ситуацию, видим, что происходит в Российской Федерации, видим, какие беды происходят у коллег в других регионах. И, конечно же, готовимся, ежегодно готовимся к встрече типовых, стандартно повторяющихся, регулярно повторяющихся катаклизмов, таких как паводок, пожароопасный сезон. Проводится достаточно серьезная работа после завершения каждого катаклизма в прошлом году. Вот он завершился у нас в прошлом году. Мы и по катанге достаточно активно работали. Туда группировка большая уезжала, в том числе и министр МЧС России. Соответственно, после окончания мы начинаем готовиться к следующему сезону. Подготовка проходит по вполне понятным лекалам, достаточно штатно. Это проведение и командно-штабных учений, проведение смотров, слаживаний всей группировки РСЧС. Это и муниципальное образование, и силы и средства МЧС России. Наша поисково-спасательная служба. Большое количество задействовано органов. Все они координируются и готовятся к встрече вот такого паводка уже в текущем году. На сегодняшний момент мы видим, что вот эта беда нас, слава богу, в настоящее время пока минует. Те проявления, которые у нас есть на территории региона, они совершенно локальные, связаны с таким обильным снеготаянием в связи с установлением такой теплой погоды. То там, то здесь образуются, совершенно грубо говоря, большие лужи, которые достаточно быстро распадают и не приводят к какой-то остановке жизнеобеспечения того или иного населения, населения на той или иной территории в том или ином муниципальном образовании. Роман Андреевич, Вы действительно заметили актуальность сейчас тех работ, которые проводят. И вот учения, сборы действительно были МЧС, и задействовано было очень большое количество людей. Как сейчас выстраивается взаимодействие с администрациями? Как администрации районные вообще реагируют на необходимость проведения всех работ? У них тоже есть, как Вы говорите, лекалы, какой-то алгоритм, по которому они работают с населением в том числе? Все одинаково в этих муниципальных образованиях, в наших муниципальных образованиях. Они тоже содержат свою группировку своих людей, которые мониторят, считывают происходящее. Какая-то техника тоже имеется, запасы материальных средств формируются, необходимый фонд финансирования в случае, если необходимо, что-то быстро дозакупить, быстро среагировать. Но, конечно же, мы поддерживаем своими силами средства, нашими областными структурами и МЧС России. Вот у нас вся наша группировка, которая на текущий момент у нас создана, существует, с учетом муниципальных образований, наших областных, федеральных структур. Это порядка 18 тысяч человек и 3,5 тысячи техники. Соответственно, также большой резервный фонд финансирования, который можно в случае чего использовать на устранение чрезвычайных ситуаций, выплаты материальных каких-то средств, выплаты финансовых средств жителей для того, чтобы скомпенсировать тот или иной ущерб. В Паводок мы формируем оперативные группы для выдвижения на такие танкоопасные направления. Их у нас 11. По этому году будет основная эта группировка в Катонском районе, работа по реке Нижняя Тунгуска. Там необходима не просто распиловка, чернение льда, там необходимы такие более серьезные взрывные работы. Туда мы направили уже новую машину, автомашину, которая с необходимым запасом взрывчатых веществ для того, чтобы проводить эти взрывные работы. Работы, которые будут проводиться, проводятся опытными специалистами, которые уже не один Паводок прошли там. Они там также будут работать и в этом году. С учетом мнения населения, потому что в прошлом году мы получали определенное мнение населения Катонского района о том, что, может быть, стоит взрывать левее, правее, выше, ниже. Поэтому мы обязательно в порядке в этом году приняли решение учитывать мнение сторожилов, населения, чтобы они тоже подсказывали, показывали, где такие взрывные работы нам нехватимо проводить. Ну и я думаю, что все зрители ждут на самом деле ответа на такой вопрос, какой же прогноз дают метеорологи, к чему готовятся. Потому что весна в этом году очень ранняя. Тепло стоит и, судя по апрелю, будет действительно плюсовые температуры за 10-15 градусов перешагивать. Вот какой прогноз? Ну, прогноз метеорологов – это такой достаточно общий документ. И не всегда мы видим то, что он сбывается вот прям так, как там написано. Огромное количество факторов влияет на реальную складывающуюся обстановку. Это и дневные температуры, и ночные температуры. Насколько быстро они пришли, насколько большое количество запасов воды в снеге. Вот тот прогноз, который, долгосрочный прогноз, который дает нам наш гидромет, а мы с ним на постоянном контакте, вызывает такой сдержанный оптимизм. И нам представляется на секущий момент, что каких-то серьезных катаклизмов не должно происходить. Прогноз дает достаточно такой умеренный, сдержанный. И мы видим, что исходя из него, каких-то резких повышений уровней воды, мы не должны наблюдать. Но я повторюсь, это опять же на текущий момент. Как это будет складываться в моменте, это достаточно сложная история. Да, действительно, что здесь и снеготаяние в горах учитывается. Безусловно, что ситуация, как с тем же Тулуном, может измениться в одночасье. И если говорить о мобилизации, то есть как раз дай бог, чтобы ситуация действительно была оптимистичной на этот год. Но если говорить об экстренной мобилизации, насколько готовы, по вашему мнению, сейчас наши районы администрации, вот вы вопросом ранее как раз отвечали, что и очень большое количество людей, 18 тысяч человек, и техника есть. А насколько все-таки районы администрации к этой мобилизации мгновенно готовы? Ну, смотрите, вот после Тулуна, конечно же, мы стали взрослее. Конечно же, мы стали понимать, что необходимо, как действовать в таких критических ситуациях, насколько быстро, насколько быстро проводить эвакуацию, развертывание пунктов временного размещения, насколько необходимо быстро организовывать жизнедоиспечения, выплаты материальных средств. Нам представляется, чтобы достаточно быстро это сейчас научились делать. Понятно, что когда долгое время та или иная ситуация не происходит, и слава богу, что не происходит, наверное, какие-то механизмы в этой большой системе под названием РСЧС могут ржаветь. И наша задача, задача правительства области, главка МЧС России по Иркутской области и руководителей муниципальных образований, вот в постоянных тренировках, командно-штабных учениях, проводить взбадривание этой системы для того, чтобы она могла встретить ту или иную беду с такими накачанными мускулами, таким дряблым старцем, который не понимает, куда бежать и что делать. Нам представляется, что на текущий момент мы достаточно серьезно держим серьезную готовность нашей всей системы. Если говорить о работе с населением, очень часто тормозит вот эту систему, как вы говорите, и вот эту форму, которую хорошо набрали специалисты, тормозит, конечно, мнение, реакция жителей и населения. Как сейчас с ними выстраивается работа? Тулун научил ли людей реагировать на призывы спасателей, МЧС, администрации? Это тоже достаточно такой злободневный вопрос. Он комплексный, многогранный, он не имеет однозначного ответа. Мы это видим не только по Тулуну, но и по Катанге. Мы видим, что большое количество населения живет в зонах затопления и подтопления. Недаром в свое время президент давал поручение для того, чтобы каждый субъект Российской Федерации отрисовал границы вот этих зон затопления и подтопления. Это зоны, которые стандартно, ежегодно, без всякого удивления подвергаются либо поверхностному затоплению, либо постоянному подъему грунтовых вод. Мы такие зоны нарисовали. Там живет большое количество населения. Большое количество населения Иркутской области исторически живет. Мы это видим и по Тайшевскому району, Нижнеудинскому району, Катанскому району. В Иркутском районе огромное количество. Зачастую это рядом с реками, с красивым видом. И когда общаешься с теми, кто там проживает, большое желание оттуда уехать у многих мы не слышим. Они привыкли там жить. Привыкли приезжать туда на дачу, допустим, в летний период. Действительно хорошая природа, когда вода спадет. И все замечательно. Поэтому в случае прихода беды не всегда просто достучаться, раскачать эту ситуацию. Конечно, объявляем мы повышенную готовность, режим чрезвычайной ситуации, губернатор объявляет. Вместе с тем, работая с населением, это всегда непростая ситуация. Некоторые могут держаться до последнего, не бросая свой скот, и свое жилье, опасаясь мародеров, и все прочее. Всегда индивидуально. Общение, разъяснение. И местная администрация это делает, и коллеги из МЧС России по Иркутской области. Всегда сложно. Мы понимаем, что есть в КОАПе, в Кодексе административных промышлений Российской Федерации, определенные статьи за невыполнение требований в внутрирежиме чрезвычайной ситуации. Это всегда общение. Ну и да, просветительская деятельность, видимо, наработанная уже только годами, возможно, приведет к какому-то результату. И дай бог, чтобы Тулун, конечно, большее число людей научил реагировать на призывы к тому, что нужно уходить в пункты временного размещения и не держаться уже там за дома, как раз не бояться муродерства, потому что, конечно, спасать нужно человеческие жизни прежде всего. Если говорить о тех ситуациях, которые все же вот сейчас уже начали возникать, то буквально вчера наш корреспондент общался как раз с жителями СНТ Ясной Поляны в Ангарском городском округе. Там после прошлогоднего наводнения люди очень переживают, что нужна дамба. Несмотря на то, что это СНТ, тем не менее люди там находятся и очень, конечно, боятся поводка. Точно так же это различные СНТ в рабочем, которые, как вы говорите, традиционно вроде бы топятся, традиционно происходит там затопление, но, тем не менее, люди не уезжают, люди живут, они получили там землю в этих границах и даже где-то узаконенную абсолютно землю. Вот какая работа сейчас идет там? Что люди могут услышать сейчас от власти? Какая помощь будет? Вы назвали несколько таких локаций, на самом деле их больше. Я представляю. Это село Казачье в Буханском районе, где вода размывает берег и подходит к линии электропередачи, к дороге общего пользования. Это, кстати, село Казачье в свое время было перенесено из зоны затопления и подтопления, водохранилище. Вот это место. Потрясающее, кстати, село, невероятной красоты. И теперь вода догоняет его и здесь. Действительно, у нас на территории области, как и на территории других субъектов Российской Федерации, есть локации. В основном это, правильно говорить, СНТ, ДНТ, какие-то дачные постройки, в которых, безусловно, люди могут жить и круглогодично. Они присутствуют, они есть. Здесь губернаторам сформулированы поручения для местной администрации и нашей областной по подготовке проектно-сметных документаций для обустройства берега укрепления, защиты берега от этого разрушения. Здесь есть нюанс определенный, законодательный. Часть этих водных объектов относятся к компетенции Российской Федерации. Здесь мы взаимодействуем с Росводресурсом. У них тоже свое планирование, свое финансирование, свои бюджетные ритмы. Вот если брать ту же Ясную поляну, на 2025 год запланировано проведение второго этапа мероприятий по уполаживанию устройства к каменной наброске на участке протяженностью 426 метров. И в настоящее время проводится изготовление такой проектной сметной документации нашими федеральными коллегами. То же самое по Бохомскому району, село Казачье. Там достаточно большая должна быть проведена проектная работа. Мы просим, настоятельно просим наших федеральных коллег ее изготовить. Они слышат. В этом году запускают такие работы. Вместе с тем, мы понимаем, что скорость разрушения может достаточно быть большая. Поэтому просим нашу областную комиссию по чрезвычайным ситуациям санкционировать проведение и чрезвычайных работ силами регионального бюджета. Вот такую работу наш предохранный блок должен запустить в этом году. Чтобы заранее, превентивно отсыпать какую-то часть берега, чтобы там село не уплыло. Чтобы люди в этом году себя чувствовали безопасно. Да. Это всегда финансирование. Оно может быть действительно большое. И зачастую это федеральные объекты. Что касается Тулуна, мы провели значительную работу. В прошлом году мы ввели дамбы. Те, которые строились по результатам мониторинга ситуации, связанной с анализом воздействия воды на город Тулун, выход реки Ия из берегов. Вот эти дамбы были введены. И мы надеемся, что в дальнейшем такая ситуация не должна повторяться. По крайней мере, нас заверяют об этом проектанты, изготовители этих дамб. те специалисты, которые, собственно, курировали и смотрели за возведением. То есть, это тоже достаточно значительная работа. Капиталоемкая, трудоемкая. Мы ее провели. Надеемся, что по тем локациям, по которым и вы назвали, и я говорю, которые испокон веков тонут, такие работы надо делать. Роман Андреевич, спасибо большое за такой подробный очень разговор. Я всем нам желаю, на самом деле, чтобы и весна, и лето для нас прошли спокойно и в пожароопасном таком направлении, и с паводками, все, что может быть связано, чтобы мы чувствовали себя безопасно и могли побольше отдохнуть. Попросив большое, знаете, у нас паводки обычно стабильно переходят в пожароопасный сезон. Если кому-то большая вода это большая беда, то лесникам лишь бы там, наверное, все это залило и даже не было этих пожаров, и мы видим, что, как нам докладывает гидромет, воды в снеге не так много, то есть он не должен по идее одномоментно стечь в реке и все здесь потопить. А с другой стороны, это все-таки увлажнение почвы, это снижение класса пожарной опасности в лесах, и чем меньше там воды, тем больше шансов огню быстро распространится. Ну, поэтому пусть будет баланс во всем. Спасибо. Мы стараемся. Такой была эта неделя. Какой будет следующий горизонт событий, мы узнаем вместе. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова